В этой теме мы поговорим о целой группе молитв, обращенных ко Святой Троице. Иногда в церковных книгах эту группу молитв называют Трисвятое. Хотя, вообще-то, Трисвятым называется самая первая молитва в этой группе. Звучит она так. «Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас». Читается всегда трижды с крестным знаменем и поклоном. История этой молитвы насчитывает многие столетия. В начале V века однажды в Константинополе служился молебен по случаю очень сильного землетрясения. И во время этого молебна один из присутствующих отроков, ребенок, некой невидимой силой был вознесен на небо. А потом также опущен назад, невредимым причем. И спросили, когда у него, что он видел, что он слышал, он сказал, что слышал ангельское пение. «Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные». Люди добавили «помилуй нас» и в таком виде молитва очень широко, тут же, за очень короткое время, вошла в церковное употребление. Читается она и во время домашних молитв, и очень часто читается она во время богослужения в храме. Ее название – Трисвятое. Значение. «Святый Божий» – это обращение к Богу Отцу. «Святый крепкий» – это обращение к Богу Сыну. «Крепким» мы его называем, потому что он победитель, он всесильный, он победил смерть, победил ад своим воскресением, победил дьявола. Поэтому мы называем его «святый крепкий». Это не значит, что Отец и Святой Дух не всесильны. Нет, мы не лишаем их всесилия, но именно эту черту подчеркиваем в Сыне. «Святый бессмертный» – это обращение к Святому Духу. Мы говорили уже с вами о том, что Святой Дух животворит, дает жизнь. Поэтому здесь он называется «святый бессмертный». Но опять же мы не лишаем бессмертия ни Сына, ни Отца. Просто эту черту в Святом Духе подчеркиваем. Это троица, хотя Бог один, но в трёх лицах прославляется и познаётся. Именно поэтому, обратившись к Отцу, Сыну и Святому Духу, мы потом в единственном числе просим «помилуй нас». Не помилуйте нас, а в единственном числе помилуй нас. Следом идёт малое словословие. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь». Это малое словословие очень часто используется в богослужении и в домашних молитвах, и в храме. Делится условно на две части. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» — это первая часть. И здесь вроде бы всё понятно и все слова ясны. «И ныне и пресно и во веки веков. Аминь» — это вторая часть. И здесь есть непонятные слова. «И ныне» — это значит сейчас. «И пресно» — это значит вечно, до скончания века, пока существует этот мир. «И во веки веков» — это значит и за пределами этого мира тоже. «Аминь» — истинно так, да будет так. Поскольку эта молитва, малое словословие, очень часто используется, сокращенно в молитвословах и церковных книгах его обозначают так — «Слава и ныне». Когда вы видите вот такую надпись «Слава и ныне», это означает, что здесь читается вот это словословие. Причем целиком. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь». Если написано только «Слава», значит читается первая часть «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Если написано «И ныне», значит читается только вторая часть «И ныне и пресно и во веки веков. Аминь». Аминь. Аминь.